А вот мы про Москву говорили, а вы себя ощущаете питерской девочкой или все-таки москвичкой? Вы переехали в шестилетнем возрасте, да, ведь из Ленинграда в Москву? Да, в шесть лет. Конечно, я ощущаю себя москвичкой. Москвичкой, то есть... Без вариантов. Да? Без вариантов. То есть вот нет ощущения, что родина-то вот там, на Неве, нет? Нет. Нет. Ну, у меня, как я помню, когда я пошла в школу, я пошла в школу уже в Москве. И моя сознательная жизнь социальная началась в Москве. Питер я вообще помню очень так отрывочно, вот в смысле тот Питер моего детства. И я долгое время очень как бы говорила, что я вообще из Питера, потому что все были из Москвы, а я-то из Питера, а это круто. Я не такая, как все. Уже тогда было круто? Это было круто, по-моему, последние 2 лет 10, скажем. Нет, было круто быть, ну... Нет, тогда это еще не работало. Да. И я все говорила, что я когда вырасту, я чувствовала, что родители, в отличие от меня, тяжело пережили этот переезд. Для них это было, ну... Они такие ленинградцы. Ну, они, конечно, во-первых, ленинградцы. Во-вторых, они уезжали не от хорошей жизни, а от плохой. Да, почему? Что такого плохого? Да, но Питер их выжил, отец был запрещен везде. Его вырезали из передач, его не пускали, ему ничего не давали делать. Он был в серьезной такой опале. И Москва его приняла, а Питер его просто выжил. А на ком он там подорвался так? Ну, это там был тогдашний правитель Питера, я не помню его фамилию, папа помнит, а я нет, которому что-то не понравилось. Там, причем, разные есть теории, почему это произошло. То, может быть, он отказался участвовать, ему сказали, сыграйте в правительственном концерте сценку из спектакля. А папа сказал, что я не играю сценок из спектакля, спектакль нельзя разрывать, давайте пригласим кого хотите в театр. Он сказал, да вы что, офигели что ли, идите и играйте. Он говорит, да не буду я. Ну, такой наивный папа. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.